Разрабатывается ли технология, которая позволит построить струну через океан? Понятно. Она возойдет на мой слайд, ЮНИСКОМ, и там за 1991 год размещена монография структранспортной системы на Земле и космосе. И там, да, ответы на ваш вопрос. Это было проработано. Никаких проблем нет глядить океану. Независимо от глубины океана, хоть 10 километров. А решения на самом деле простые. Причем это будет дешевле, чем тоже Ирогманск, с вакуумной трубой по суше будет струй. Дешевле даже. И там тоже будет использована вакуумная труба, где тоже в будущем может быть через колесе 225 ночи. Вакуумная труба под водой? Да, и это проработано еще, ну, лет 30 назад. Знаете, когда еще у нас, наверное, когда люди списывают. Скорее всего, да? Но я сейчас, ну, объясню вам. Вот, появилась вот. На дневнине не менее 50 метров, для того, чтобы волна не достала, максимальная осадка 20 метров. Корабль достал. Максимальная осадка 20 метров. В полном деле другое не менее 50 метров. Струится до лет, причем строится чем-то просто. Знаете, как макароны готовят? Идет там трубочка из машинки, да? Вот, вы знаете, ты едешь в каран специальный залог, и допускаешь трубочку, диаметр 3 метра, макаронина. 3 метра. И допускаешь ее. А эта макаронина имеет любую плаву участь. Так там обрадует вес. Что вот эта вся сила равна весу. Она ничего не весит, она невесомость, да? То есть, мы не будем получать через такую ложь. И мы таким образом проходим там 100-200, сколько километров. При этом она проружается на глубину, якориться на дно. А это просто бетонный блок опускается. Я говорю. И для того, чтобы он был источником, здесь еще делается в углу. Тут в месте якора. Я говорю, где-то через километр. Это дело в Замызском дороге, которая будет дешевле метро раз в 10. Уж тепло еще просто. Ведь метро стоит тоже уходить. Здесь крутой воду. При этом на глубине 50 метров это давление 5 атмосфер. Это как, знаете, можно строить в водопроводной трубе, строить там что-то. То же самое, да? И им надо там строить. Не на проект, если же, ведь метро не побудешь туда, да? Значит там надо строить. При этом иногда приходится замораживать жидким азотом все это, чтобы потом долбить. И строить. Представляете, как это безумно дорого? А здесь мы макаролину выпускаем. Выпускаем и его можно будет работать. Это стоит на порядке дешевле, да? И вот мы два промера делаем, один туда, один обратно. А потом пускаем жидкость к рыбе. Если надо, потом в будущем можно откачать для жидкости. И уже другой подверг состав, потому что вон будет разряжение. Это будет двигаться, здесь большие скорости. И это будет намного дешевле? Нет, так что, скорость к рыбе на суше будет дешевле, естественно, скорость. Но есть аналоги. Вот аналоги скоростные. Так же без дороги. Эстакада, вот японцы построили сейчас дорогу, где тоже на водитоподушке, стоимость километра где-то в 270 миллионов долларов. Седневная игра через Крым Петро, первый километр построили по графике 700 миллионов долларов за километр и закрытый кролик. Здесь, ну, на это вложится, ну, 10-15 миллионов долларов за километр. И это абсолютно безопасно будет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok